Сегодня ночью, которая была одной из самых длинных ночей в году, в Екатеринбурге на перекрестке Московского и Чусовского трактов, что возле Меги, случился смертельный бой с участием трех детей между черным Ниссаном и белой Ауди. А в итоге в замес до кучи попал еще и снегоуборочный трактор. Началась эта печальная история за сутки до трагического удара. Ранним утром в Чувашии, где у родителей гостила многодетная тюменская семья. 32-летний папка, 31-летняя мама и трое детишек. Два сынульки-роднульки, 7 и 4 лет от роду и двухлетняя дочка. Нагостившись в Чувашии, семья поехала домой в Тюмень на своем черном бездорожнике Ниссан Мурана. Папка за рулем, старший сын на месте смертника в детском кресле, средний сын за папкой в несертифицированном кресле, мама сзади посередки, ну и двухлетняя малыха справа от мамы в стандартном кресле, соответствующем Росту и ГОСТу. С тех пор прошли почти сутки, в течение которых пилот Мурана не спал и, видимо, притомился. И, вероятно, именно это обстоятельство исказалось на его поведении при въезде в Екатеринбург со стороны московского тракта. Как видно по картинке с уличной камеры, Ниссан залетел на перекресток с Чусовским трактом на красный. А в этот момент в ортогональном направлении от Меги на Чусовской тракт выкатывалась белая Ауди А6, пилотируемая 43-летней рулевой с пассажиром на месте смертника. Если бы аудиторша проехала вперед еще хотя бы на метр, то Ниссан влетел бы ровно вместо смертника и мужчина на нем мог бы погибнуть. Даже с учетом боковых подушек. Но волею небес Мурана вошел в кончик носа Ауди, вырвал его, закрутил белую немку так, что оторванный передний бампер оказался рядом с задним. При этом траектория движения Мурана тоже, естественно, изменилась. Он ушел вправо и налетел на снегоуборочный грейдер, который, впрочем, особо не пострадал. В Ауди все выжили, и это ли не чудо? А вот в виновном Ниссане погибла 31-летняя многодетная мама, сидевшая сзади посередине между сыном и дочкой. В официальном пресс-релизе Екатеринбургской госавтоинспекции сказано, что все пассажиры Ниссана были обременены. Однако на месте ДТП возникла версия, что мама не пристегнулась. Медики надиагностировали ей сочетанную травму и в карете пытались вернуть женщину-мать к жизни посредством кислорода и массажа сердца. Но травмы оказались несовместимы с жизнью в этом мире. И трое малых детей, которых врачи осмотрели и отпустили домой, на ровном месте лишились мамы. А вскоре за это преступление посадят и их папку по 264-й части 3-й УК. Трезвое автоубийство человека. А это в пиковом случае до 5 лет зоны. Ну вот как есть трагедия тюменских детей перед Новым годом. А виноват исключительно их папка, который слишком долго ехал и ему стало казаться. Вы устали? Издалека едете? Да, издалека, но я вообще не устал. Откуда едете, скажите, пожалуйста? С республики Чувашия. А сколько пути, дороги? Ну я отдыхал сейчас, скажу. В 4 утра я выехал по московскому. А, пол шестого по московскому я выехал. Ага. И больше не останавливались, не отдыхали, да? Ну я останавливаюсь и заправляюсь. В машине кто находился? Супруга, я и трое детей. Увидели, что оттуда идет машина на большой скорости. Попытались притормозить, то есть насколько возможно. А он даже не принимая права никуда, он как шел, так на пыло и пошел. Он дальше нас закрутил, а мы больше ничего не слышали, не видели вообще просто темнота. Сколько машин в машине было пассажиров? Я и у нас, и у меня, и у меня, и у меня. Это пассажирка с Ниссана? Да, она была не пристегнута сзади, ехала с детьми, дети были пристегнуты, но я поняла, что... Она сидела посередине? Да. Мама детей? На заднем сидении? Да. В тяжелом состоянии? Супруга здесь детей в скорую увезли. Это ваша супруга? Да. А, детей с вашей машины увезли в скорую? Да, у старшего рассечения, у среднего шишика, у младшей шишки, а у среднего шишки, у детьми, я думаю, все нормально. Она не пристегнута, да, была? Всю дорогу пристегнута была, я не знаю, что, как, сам не углядел. А сам пристегнут был, да? Да. Все дети, все пристегнутые были. А впереди на пассажирском кухне сидел? Сын. Сколько лет? Семь. Семь лет? Да. И все в креслах? Да. Кресли, все, да, все в креслах? С детьми, как бы, нормально, вот с утром. Это не просьба о финансовой помощи, это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам, станьте нашими спонсорами. Сила в правде, и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей Черемета, будем благодарны, отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята, вместе мы выстоим.